Слушайте доктора. Поэтому мы поговорили раньше про ЭКО, но, в общем-то, сегодня мы говорим о том, как можно бесплодие победить до экстракорпального оплодотворения. Какие причины бывают и сегодня в гостях у нас в студии. Это врач-гинеколог, эндокринолог центра «Мама» Ульяна Подгорная и врач-терапевт Ольга Махнёва. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот вопросы на сайте очень простые. Скажите, пожалуйста, возможно ли успешно забеременеть и родить ребёнка после 35 лет, если уже была беременность, окончившаяся неудачей, говорит Александра. А Галина говорит, скажите, пожалуйста, какова вероятность полного излечения бесплодия? Это вообще возможно? Ну такой общий вопрос у Александра более конкретный. Вот такого плана. А когда возраст мужчины начинает сказываться на его репродуктивных способностях? Был у нас такой вопрос в своё время. У меня с женой разница 30 лет, мы думаем о ребёнке. То есть вот это спрашивали нас ещё раньше, такие вот вещи. Люди интересуют разные аспекты, так или иначе они сталкиваются с проблемой, когда не могут завести детей. Кто приходит к вам, Лена Михайловна? Мне хотелось бы сказать об актуальности этой проблемы на сегодня, потому что если раньше приходили пациентки ближе к 30 годам и старше, то последние месяцы этого года меня привели в состояние, ну, мягко сказать, удивления, просто шока. Приходит 18-летняя девочка с проблемой, я не беременею, уже 2 года. Или 22 года, 24. Их в процентном соотношении к общей массе пациенток, обращающихся, стало намного больше. То есть бесплодие молодеет, на ваш взгляд? Не только молодеет, но они приходят ещё и с печальным опытом. Если раньше неразвивающаяся беременность была достаточно редкая ситуация, редкий случай, то сейчас как раз приходят 19-летние, 20-летние, имея за плечами печальный опыт. Вот мы немножко по этой теме подкованы, да, я сразу хочу задать вопрос. И вот, наверное, вначале нужно проговорить, что сейчас проблема фрессионно-демографическая, она актуальна. Сейчас мы знаем о том, чтобы поддерживать уровень населения нашей страны, скажем так, ну хотя бы вот ту численность, которая сейчас существует, нужно иметь по 3 и более детей. И сейчас сталкиваемся с тем, что чаще рожают, ну уже это повторная беременность, второй, третий ребёнок. Исходя из того, что вы сказали, правильно ли я понимаю, что, в общем-то, идёт, ну назовём так, первичное бесплодие в большей степени, и молодые сейчас начинают к вам появляться. А те, кто уже рожал, да, то есть вторичное бесплодие, оно, в общем-то, тенденцию к прогрессированию не имеет, да? Имеет. Имеет при создании новых браков особенно. Я с вами абсолютно согласна, что первичное бесплодие сейчас преобладает. И первичное, это значит, в жизни никогда у этой пациентки, у этой женщины не было беременности. Вот с этого, наверное, столь поподробнее. Мы знаем уже, со Светланой, не профессионалом, но мы знаем о том, что бесплодие бывает первичное, вторичное, мужское, женское. Вот об этом поподробнее всё-таки. Да, вот проговорив про актуальность, мне хотелось бы как раз вернуться к классификации причин. По причинам бесплодие бывает первичное. Это значит, что никогда в жизни не было беременности. Приходят пациентки и 39 лет на прошлой неделе была, и 18-летние в любом возрасте. Вторичное, это значит, беременности в жизни были. И неважно, чем они закончились, либо родами, либо абортами, либо потерей долгожданной беременности. Но раз факт беременности зафиксирован, значит, бесплодие вторичное. По срокам. Сроки любые. Лечим мы по большому счёту. У нас была пациентка, которая благополучно родила, у 49 лет. Вот, родила она двух девочек замечательных. Она готовилась тоже, да, она с вами вместе. Там ациты были уже донорские. Там было несколько попыток и ко в другом центре было потеряно и время, и несколько лет, и здоровье. И, в общем, мы уже использовали донорские ациты. В настоящее время у нас наблюдается пациентка, у которой не было обоих яичников. Это яичниковая причина. Также мы использовали донорские ациты, и беременность сейчас прогрессирует благополучно. По причинам. Может быть, анатомические причины, шеечный фактор, деформация, повреждение шейки матки. Или структуры влагалища, да? Это всё врождённые, деформация или приобретённые. Может быть, приобретённые, посттравматические. Вот скажите, а что можно считать бесплодием? Вот мы говорим бесплодие, бесплодие. А вот что в нашем понимании бесплодие? Когда можно говорить, что вот у меня бесплодие или у нас бесплодие? Это правильный вопрос. Диагноз, или мы озвучиваем эту проблему официально, диагноз ставится, когда один год не беременеет пациентка, в общем-то, при регулярной половой жизни. Но если ко мне приходит пациентка 39 лет, и она полгода не беременеет, мы её рассматриваем уже как пациентку с бесплодием. Да, можно глотнуть, конечно, Лена Михайловна. У нас здесь прямой эфир и беседа. Так что чай пейте, пейте. И начинаем обследовать более тщательно. Буквально на прошлой неделе у меня была совсем молоденькая девочка, 25 лет. Она не беременеет всего полгода. И хотя и врач в женской консультации рекомендовала подождать ещё полгода, она не выдержала, пришла к нам, мы посмотрели уровень гормонов, и оказалось, что у неё гипотириоз. Поражена щитовидная железа не работает. И высокий ТТГ. Это диагностические критерии гипотириоза. Вследствие этой эндокринной патологии может не наступать беременность. При ультразвуковом исследовании мы обнаружили врождённую аплазию левой доли щитовидной железы. Фактически у неё половинка. И ей необходима гормонозаместительная терапия пожизненно под контролем гормональных анализов. Это являлось одной из причин ненаступления беременности. Является. Значит, мы поговорили по уровням поражения. Это влагалище шейка матки. Дальше может быть маточная причина. Что значит маточная причина? Различные опухоли, полости матки синехи. Что это такое? Что то вместилище, которое подготовлено Богом Вселенной для вынашивания малыша, оно неправильное. Оно может быть с врождённой патологией перегородки различные. Может быть приобретённые различные сращения после перенесённых воспалений или хирургических вмешательств каких-то. Либо опухолевые причины. Либо рубцовые изменения. Какие-то постоперационные. Это маточная форма. Дальше. Трубный фактор. Вообще маточные трубы – это не водопроводные трубы. Это мышечный орган. Мало того, что он мышечный, он ещё и активно двигающийся. И именно это то место, место встречи, где встречается сперматозоид и яйцеклетка. Именно там, в маточной трубе, происходит оплодотворение. И уже оплодотворённая яйцеклетка медленно, красиво двигается в полость матки, где и должна прикрепиться. Так вот, маточные трубы – это в том числе и тоже гормонально зависимый орган. То есть они могут быть проходимы. Но вследствие дефицита гормонов они могут быть тонкие, длинные, извитые. И это тоже фактор ненаступления беременности или получения в дальнейшем внематочной беременности. Если уровень гормонов хороший, то просвет широкий, свободный. Маточные трубы двигаются активно. Внутри есть специальные реснички, которые помогают оплодотворённой яйцеклетке двигаться в полость матки. В общем-то, природа предусмотрела всё, чтобы человечество не вымерло. Но ещё причина трубного фактора – это не только уровень гормонов, но и приобретённые инфекции. Мы все знаем такие инфекции, передаваемые половым путём, как гонореи, поражают маточные трубы и могут сделать их непроходимыми. Хламидийная инфекция способствует образованию склеивания, спаек, сращений в маточных трубах. А также хламидийная инфекция способствует накоплению густой слизи. И труба, в принципе, может быть проходима, но при проверке проходимости труб, но нефункционально. И мы, например, часто промываем эту слизь, и после этого пациентка беременеет. Хотя во время процедуры мы даём ей информацию, что вот трубы непроходимы. Но проходимость восстанавливается и наступает беременность в дальнейшем. Например, яичниковая форма бесплодия – это первое отсутствие со всеми яичников, как вот одно из наших пациенток в связи с хирургическим вмешательством. И отсутствие овуляции банальное – это гормональная патология, когда яйцеклетка созревшая не выходит. Но ещё трубноперитониальная, мы не сказали, когда много спаек, при туберкулёзе брюшной полости, при хламидийном поражении, при перенесённых аппендицитах гнойных, перитонитах, травмах каких-либо автодорожных и так далее. Возникают и такие формы. Но в принципе, если на сегодня, если есть яичники, но нет матки, рожает суррогатная мать, вынашивает и рожает, если есть матка, но нет яичников, мы купим донорские яйцеклетки. Всё решаемо, лишь бы был настрой. У нас на программе есть традиция, когда Светлана мне говорит о том, что Дмитрий вот всё время говорит, что во всём виноваты женщины. Ну как-то всё время женский фактор всплывает. Сегодня я как-то решил раньше этот вопрос задать вам. А у мужчин бывает, что виноваты? Ну вообще, у настоящей девочки всегда кто во всём виноват? Конечно, мальчик, это же нормально. Обычно наоборот. То, конечно, есть и мужской фактор. Мы просто в связи с моим долгим подробным разговором не дошли до мальчиков, до мужчин. Конечно, от мужчины тоже многое зависит. И неразвивающиеся беременности вроде наступают, а они развиваются. Почему? Потому что происходит поломка генетической информации. Мы, например, уже много лет сотрудничаем с МГУ, когда делаем электронную микроскопию сперматозоидов. И при электронной микроскопии можно увидеть, что в самом сперматозоиде находится вирус герпеса. Там идут определённые поломки. Ну обычно при спермограмме оцениваются количественные характеристики и качественные, да? А когда есть необходимость сделать микроскопию? Когда есть несколько попыток неэффективных экстракорпорального оплодотворения, при этом наблюдается оплодотворение, но эмбрионы останавливаются в развитии. Ну и когда всё изучили, всё исследовали, и осталось только это. То есть анализ недешёвый, но чем делать ненужные попытки ЭКО... То есть это у вас тоже возможно сейчас? Да, мы заказываем это в Москве, отправляем в Москву, это всё решаем. Угу. Как долго происходит вот это всё? Диагностика сколько времени занимает? Какие врачи здесь задействованы? Кто в итоге принимает решение? Ну как правило, семейной парой занимается всё-таки гинеколог, гинеколог-репродуктолог. И в общем-то он является модератором процесса управления. И мужчина, и женщина занимается гинеколог. Вот то, о чём я вам говорю. Мы всё ищем андрологов в нашем городе, пока мы не видели в большом количестве. Абсолютно правильно. И тогда мы вообще-то беседуем вдвоём с семейной парой. К нам в центр чаще всего приходят уже, обойдя несколько клиник. И приходят с толстыми пачками анализов. Но сначала приходит женщина, да? И вдвоём приглашаем, и женщины. И если она приносит хорошую спермограмму, что неправильно, в принципе, мы не отправляем мужчину к андрологу. А я бы хотела. И когда мужчина настроен лояльно, мы стараемся, чтобы всё-таки его осмотрели. Что значит неправильно, в принципе, когда приносит хорошую спермограмму? Она должна мужа принести всё-таки, а не спермограмму его, или что? А спермограмма – это всего лишь один из анализов, говорящих о репродуктивном здоровье. Мазки на инфекцию. Очень важно смотреть. Сок, мазки сокопростаты, и сок простаты исследовать. Если необходимо, делать пассивы. Делаем трансректальное ультразвуковое исследование, смотрим состояние простаты, находим и аденомы, и воспаления, состояние мочевого пузыря. Это всё сказывается, да? Причём тут мочевый пузырь, да? Мужчина, имея спермограмму, у которой всё хорошо, говорит, у меня всё в порядке. Правильно? Ну как иначе? Иногда мы находили патологию, которая, в общем-то, должна решаться параллельно, и мужчина к ней не был готов. И, во-вторых, сегодня спермограмма ничего, но у него варикоцели. И сегодня у него там, скажем, средненькая или на нижней границе нормы. А что такое варикоцели? Не просто так этот орган у мужчины вынесен за пределы тела. Он должен находиться при более низких температурах. Как варикоцель? Вы думаете, все знают, что это такое? Прошу прощения. Это то самое, да? Да, мошонка вынесена за пределы тела. То место, где находится репродуктивный орган мужчины и яички, не просто так, это специально. При варикоцели это заболевании, при котором очень много вен окутывают яички и постоянно подогревают. Это приводит к тому, что спермограмма с возрастом и с прогрессированием заболевания, она ухудшается. И иногда на обследование, на подготовку, на лечение уходит и полгода, и более. И в этот период качество спермы может заметно ухудшиться. И если осмотрел мужчину уролог, если он видит, что есть такое заболевание или какое-либо другое, которое дает неблагоприятный прогноз и может быть вообще вредно для жизни мужчины, я считаю, что осмотр необходим, обязателен. Это способствует раннему выявлению опухолей и выявлению тех, того критического контингента, кому надо поторапливаться. Ведь сперму можно просто заморозить. Вот мы сейчас говорим о том, как-то вскоре сказали, что... Заморозить в смысле сохранить, да, в этом смысле? Мы говорили о том, что в любом случае к гинекологу приходят и мужчины, и женщины. И заниматься приходится к гинекологу с привлечением других специалистов. Абсолютно верно. Будь то хирург, будь то уролог и так далее, в общем-то. А вот проблема отсутствия андролога всё-таки, да? Ведь мы сказали, что у женщин есть проблемы нижнего уровня, грубо говоря, и мы поднимаемся выше по анатомической системе. Уж простите за сравнение, да? Есть проблемы эндокринологические, эндокринные, да? А у мужчин наверняка бывают проблемы эндокринного характера. А кто этим занимается? Ульяна Михайловна делает жест. Пять баллов, говорит вопрос. Да, я вам расскажу случай из практики. Что называется в точку. Это настоящий случай из нашей практики, из моей. Но вообще-то таким мужчинами занимается наш уролог, он и андролог по совместительству. Пришла пациентка, рассказывая, что у них всего один малыш в семье, и вот уже 10 лет беременность не наступает. И в прошлый раз они тоже долго пытались забеременеть, но забеременели после поездки на юг. И спермограмма такая, очень-очень субсертильная. Вроде все крепенькие, живенькие, но их мало. Сперматозоиды я про них говорю. Я вам говорю, не вопрос. Муж склонный к полноте, да, они худенькие. И мы его обследовали в нашем центре и обнаружили повышенный тиреотропный гормон, что является признаком гипотиреоза, нарушения функции щитовидной железы, и низкий уровень тестостерона. Это как раз тот мужской половой гормон, который связан с качеством, с количеством сперматозоидов. В общем, все стало понятно. Пролактин, по-моему, тоже был немножко с отклонениями. При назначении мужу коррекции гормональной терапии, которая, в принципе, не обязательно должна быть связана с андрологом, и обычный эндокринолог справиться, по идее, должен. Но хотелось бы, конечно, чтобы андрологов было больше среди нас. И беременность была получена. Скажите, а вот совсем такие казуистические случаи в виде хромосомных аномалий бывали ли в вашей практике, когда обследовали, а находили вот такие неожиданные вещи? Со стороны мужчин. Были, были, но, как правило, было и плохое качество спермы. Как-то вот они, видимо, еще и производятся не очень хорошо в этом случае. Но у нас нет большой практики, у нас нет такой исследовательской базы, чтобы давать такие серьезные заключения. Но такое бывает. И, конечно, пациент сразу настроен на использование донорской спермы. Это все охраняется тайной и законом. И у нас, по-моему, такие методы используются в стране. Хорошо. Но вот курс лечения может быть разным в зависимости от того, какие причины выявлены. И из того, что вы рассказали, становится понятным, что нужно сразу настраиваться на долгий путь, да? Нет? Совсем нет. У меня на прошлой неделе пришла пациентка из свечи. Два месяца назад я ей назначила лечение. Она пришла беременная. Правда, хламидиоз мы пролечить не успели. Но был гипотиреоз. Просто откорректировала. Но она не приезжала эти два месяца. Что же делать-то? Она пришла, также тот же высокий ТТГ, коррекцию произвели. И вот она пришла, говорит, ну надо же, пришла и забеременела. Наверное, случайность. Я говорю, наверное. Вы знаете, мы, собственно, к любой передаче готовимся, читаем. Я вспоминаю, о чем мы учили раньше. Но нахожу о том, что все-таки бывает так называемое слово идиопатическое. Любого доктора, наверное, вызывает ощущение какой-то неясности. Вот есть идиопатическое бесплодие, невыясненное. А в любом диагнозе есть идиопатический. Тот самый случай, когда процент, проблема не определена. 5-7% есть такая цифра. А вот что здесь может быть? Идиопатическое бесплодие. Дмитрий Александрович, вы тоже подняли очень интересную тему. У нас были пациентки, когда мы испробовали все. Кроме ЭКО, допустим. Испробовали, но ничего не помогает. Подготовили семейную пару, отправили на ЭКО. Родили хорошую девочку. Проходит полгода. Нет месячных опять. Что-то происходит. Так, ну я же не беременею, я не предохраняюсь, я же не знаю. А там благополучно находится еще одна беременность. То ли запустили механизм, получается, с помощью ЭКО? Мне так кажется, что что-то было все-таки с маткой не так. Что-то в эндометрии, в внутренней оболочке матки было что-то не идеально. И вот выношенная беременность, она была настолько полезна для женщин, настолько позитивна, перенастроила весь ее организм, и организм заработал. Хочется Ольгу спросить. Да, я просто еще раз отмечу, что Лена Михайловна не зря говорит, что давайте рожать, она говорит. Это во всех отношениях важно и полезно. По третьему и по четвертому ребенку. Вот, Ольга, все-таки мы говорим о, назовем так, условно-гинекологических причинах, бесплодия, скажем, эндокринологических причинах, причинах со стороны женщин, мужчин. Какие соматические заболевания наверняка иногда, скажем, снижают вероятность забеременеть, ну или во время беременности в молодом возрасте делают ее, скажем, благоприятный исход невозможным? Да, давайте напомню, что Ольга Махнёва врач-терапевт медицинского центра «Мама». Пациентам могут помешать еще такие заболевания терапевтическая, гипертоническая болезнь, ожирение, хронические заболевания мочеводящей системы. Не волнуйтесь, Ольга, вас внимательно слушают. У всех что-то вот есть в этот момент, когда слушают наш программ, каждый себя... Так что вы их успокоите лучше на той стороне эфира. Так? Я в медицинском центре «Мама» работаю уже много лет, и я занимаюсь герудотерапией уже давно. Именно данный метод помогает нам подготовить организмы женщин к беременности, когда мы уже устранили все заболевания, гормональные отклонения, когда пролечили все инфекции, воспалительные процессы, скорректировали все заболевания, вылечили гипертоническую болезнь и все сопутствующие заболевания. И если беременность не возникает, к нам на помощь приходит такой замечательный метод, как герудотерапия. Я хотела бы об этом сегодня поговорить. Да, вот это было удивительно, потому что когда Ульяна Михайловна, мы предварительно разговаривали, сказала мне, что мы применяем еще и герудотерапию, то есть какие-то традиционные, метод традиционной медицины, ну, я сказала, окей, это интересно, наверное, давайте вы расскажете, на что же это в конце концов влияет, и почему это необходимо, и всем ли? Герудотерапия полезна всем людям, но лишь бы не было противопоказаний к данному методу. Противопоказания к герудотерапии – это низкий гемоглобин, ниже 100, это заболевания, связанные с нарушением свертываемости крови, злокачественные заболевания, заболевания крови, лейкозы, язвенная болезнь желудка, 12-перстной кишки, язвенное поражение кишечника и индивидуальная непереносимость слюны пиявок. Аллергические реакции, да, которые возникают? Аллергические реакции, сколько я работаю уже более пяти лет с пиявками, я не встречала еще такой истинной аллергической реакции на слюну пиявок. Хочется, знаете, что сказать, здесь, что я перебиваю, наверное, принципиально важно для меня, как доктора, сказать слушателям, что и количество лекарства, показания к применению, и точку применения должен определять специалисты. Конечно. Потому что лекарства, по сути дела, доступны, и сейчас, послушав наши слушатели, потому что грудотерапия возможна, надо понимать, что они в определенном месте, да, они должны быть дозированы, количество лекарств, назовем так, тоже, должно определять только специалисты. Да, абсолютно верно. Когда пациент приходит ко мне впервые, я с ним провожу подробную беседу, собираю анамнез, заполняю карту пациента, выясняю, нет ли противопоказаний, выясняю такие особенности, как масса тела, от этого тоже зависит и количество пиявок, и какие были у него в анамнезе заболевания, это тоже очень важно. В среднем курс грудотерапии проводится в течение трех недель. Пиявочки можно ставить раз в 2-3 дня. А с чем связан такой положительный эффект? Вот все-таки какой механизм запускается? Ну, во-первых, слюна пиявок содержит очень такой природный антикоагулянт, очень стильный антикоагулянт, как герудин. От этого и происходит название герудотерапия. Герудин помогает растворить тромбы в сосудах, почистить капилляры, кровоснабжение во всех органах и тканях активизируется, улучшается. Кислород, питательные вещества ко всем органам поступают более активно. Что касается гинекологии, то эндометрия растет очень хорошо. Пациенты после герудотерапии, когда ходят на УЗИ, эндометрия становится пышной. И вероятность забеременеть повышается. Хорошо, тогда у меня вопрос как у врача. Какие есть противопоказания? Если время кровотечения увеличивается, снижается свертываемость, как-то надо, наверное, контролировать эти факторы свертывания крови. Есть противопоказания определенные наверняка, да? Конечно. То есть, которые определяют специалисты, опять же, то есть вы. Пациент ко мне приходит уже пройти анализы. Обязательно нужно принести на первый прием общий анализ крови и анализ крови на протрамбин, чтобы устранить противопоказания, такие как низкий гемоглобин, нарушение свертывающей системы. О котором вы говорили, да. То есть, это лечебная процедура, к которой нужно и готовиться, в общем-то, и дозировать. Да, а если мы отнесем это к нашей теме, то на каком этапе в подготовке пациентов в лечении бесплодия применяется герудотерапия? Герудотерапия проводится уже после проведения всего комплекса обследований, когда пациентка прошла, и не только речь идет о женщинах, и о мужчинах тоже. Очень великолепные результаты у нас еще и лечения мужских заболеваний, то есть и при простатите, и при аденоме простаты, пиявке очень успешно применяются. Что касается женщин, то женщина приходит на герудотерапию тогда, когда уже прошло и исследование УЗИ, и гормональное исследование, и сдала все анализы на инфекции. То есть мы уже убедились в том, что препятствий для беременности нет. Прошла уже женщина и проходимость труб. То есть все диагностировали, все пролечили, да, вот она уже готова, и еще выделяем время на то, чтобы она прошла герудотерапию. Две недели вы говорили. С помощью герудотерапии мы помогаем подготовить организм женщины к зачатию, к вынашиванию. Это уже такой окончательный, такой яркий мазок, который позволяет ей почувствовать себя, что да, я готова, организм мой собрался, готов, все органы работают как нужно, и тогда уже можно приступать. Кроме того, повышается очень вероятность наступления беременности, если у женщины нет даже возможности, допустим, получить естественную беременность, допустим, отсутствие труб, очень эффективна герудотерапия при подготовке к ЭКО. Результаты бывают гораздо лучше. Прекрасные, мы поняли. А скажите, пожалуйста, это больно? Значит, когда пиявки ставим на кожу, ощущение жжения некоторое время, но это быстро проходит, в течение 5-10 минут это проходит. Ощущение похоже, как, ну, допустим, на укус, там, допустим, комара, или кто-то сравнивать с легким электрическим разрядом. Но это не настолько болезненно. Польза пиявок гораздо больше, чем такие временные неприятные ощущения. А что-то параллельно применяется? Там какие-то лекарства, может быть, которые успокаивают? Зуд, вот этот жжение, или ничего нельзя? Вот, хотела бы сказать, что нельзя принимать параллельно герудотерапии препараты, которые жжжают кровь. Аспирин, например. И не только. Всю группу нестероидных противовоспалительных препаратов нельзя принимать тогда, когда пациент ходит на герудотерапию. Возникают, конечно, у примерно 5% пациентов такие побочные эффекты, как зуд кожных покровов, отёки, инфильтрация в месте укуса, синячок, значит, увеличение локальных лимфатических узлов. Но это быстро проходит в течение 1-2 дней. Увеличение лимфатических узлов проходит. И покраснение, отёчность тоже в течение 2-3 дней проходит также. Обо всём об этом Вы говорите пациентам. Они все соглашаются? Или всё-таки кто-то, может быть, испытывает некий безотчётный страх перед этими животными и не соглашается? Обычно те пациенты, которые больше всего боятся... И больше всего нравятся в итоге, да? И больше всего нравятся. Конечно, они же ещё и страх свой преодолевают. Да, они становятся в итоге такими очень хорошими поклонниками и хорошими пациентами, которые приходят каждый год, каждый сезон ко мне на герудотерапию. Оздоравливаются. Да. Это отдельная тема, Ильяна Михайловна, надо про герудотерапию в отношении вообще применения к разным болезням и использованию системно в течение своей жизни. Это надо отдельно нам поговорить, да? А мы хотели с вами ещё затронуть вопрос гормонозаместительной терапии. Это сохранение гормонального фона человека. И изначально, конечно, я сейчас скажу нашим слушателям, мы хотели поговорить о сохранении молодости благодаря вот этой терапии. Но сегодня мы будем говорить о ней в привязке к репродуктивной функции организма. Да? Вот с этого начнём, а в конце вот заинтригуем. Потому что Дмитрий Александрович тоже много знает, он мне тут рассказывал, что есть и в доступе в нашей стране все возможные методы сохранять молодость долго благодаря гормонозаместительной терапии. Я не в курсе, ни тот, ни другой мне пока ещё не рассказали, как это делается. Но давайте начнём, по крайней мере, да? Итак, как гормонозаместительная терапия применяется при лечении бесплодия? Ну, когда мы наблюдаем дефицит своих гормонов, нам приходится их добавлять. Это и называется гормонозаместительная терапия. Мы вводим их извне. А что это такое? Таблетки? В настоящий момент в мире вообще существует несколько гормональных препаратов. В Америке используются чаще всего конъюгированные эстрогены. Это из мочи жеребых кобыл получаются. И они активно их, агрессивно продвигают. Но, в принципе, кроме как в Америке, они нигде не прижились. В Европе используются натуральные эстрогены, эстрадиол валерат, который где-то там производится из хвои. Прямо вот цикл не могу сказать, но как-то так. Исходит эстрогены? Да, как-то так. Он очень натуральный и достаточно быстро разрушается в организме человека, в организме женщины, таким образом практически не давая побочных явлений. Таблетки идут, или гели выверенные уже, которые не вызывают гиперплазии, каких-то осложнений и, в общем-то, переносятся хорошо. Что значит гиперплазия? Можно в двух словах Меня заносит. Значит, гормонозаместительную терапию это восполнение дефицита гормонов. Используются чистые эстрогены. И если у женщины нет матки, если у женщины матка сохранена, то мы используем эстрогены в сочетании с аналогом прогестерона, который как раз защищает от тех опухолей, которых так сильно боятся женщины, опухолей матки. Хотя по исследованиям последним доказано, что сами эстрогены не вызывают повышение риска рака молочной железы даже через 5 лет. А вот гистогены через 5 лет незначительно повышают риск. Гормонозаместительная терапия используется тогда, когда нет своих гормонов. Есть разновидность её менопаузальная гормональная терапия. Это более современный термин, который чётко отражает значение. Когда женщина достигает некого возраста, когда качество жизни её нарушается, а продолжительность жизни наших российских женщин за последние, скажем, 20-30 лет возросла, и она должна быть не только хорошим сотрудником на работе, и хорошей женой, и хорошей бабушкой. И на этом ей нужны силы, нужна энергия. И хотелось бы, чтобы она не испытывала так называемого симптома комплекса свекрови и тёщи, мешая жить друг другу своим близким. Так вот, используется гормонозаместительная терапия, если нарушается качество её жизни. Решение принимает сама женщина, но назначается терапия врачом. Если её беспокоят приливы, боли в суставах, бессонница, соплоксивость, скажем, и какие-либо другие нарушения, причём, если сопровождаются нарушением цикла, то можно использовать циклическую гормонозаместительную терапию, цикл порегулировать и снять эти симптомы, улучшить качество жизни и дать её близким спокойно жить. Так, это уже другой, да, аспект, другая категория дам, о которых мы сейчас говорим. Они, думаю, сразу же уши навострели и хотели бы узнать, как это всё происходит. Вот это большая такая обширная тема, на которую нужно, конечно, говорить обязательно. Ну вот, и Дмитрий Александрович, вы давно обещали поговорить на тему как раз сохранения молодости, терапии молодости. Да, я как раз активно в интернете сейчас смотрю, что новое по этой теме появилось. Всё, что мы успеем сказать. Да, действительно, эстрогены являются онкогенами. У нас вопрос заместительной гормонной терапии, либо, ну, я это называю, наверное, правильного, скажем так, долголетия, если хотите, старение языка не поворачивается, она стоит остро. И одно, эту проблему нужно разделить на две составляющие. У мужчин и женщин первое, это внешнее косметическое проявление, второе, это качество жизни. Ну, и если говорить о качестве жизни, скажем, у женщин, ну, я могу лишь, как не специалист, да, сказать, что наверняка это все проявления, которые возникают, менопауза соответствующая, возникает. что касается моей профессиональной деятельности, если посмотреть женщин в 50 лет, это одни из, начиная с этого возраста, одни из основных, у тех, кто начинает стать остеопорозом, и, соответственно, вероятность, ну, таких, скажем, травм, переломов, оседаний, позвонков, вот, незначительных травмирующих агентов, они очень часты. Формируется и кифоз, и в конечном итоге, это все связано с гормональным фоном. Это связано с остеопорозом и в большей степени с гормональным фоном. И я считаю, что этим нужно заниматься. Дальше, естественно, это ломкость ногтей, это крошатся зубы, это все классические проявления остеопороза, которые, в общем, так или иначе мы видим. Естественно, это отражается на всех органах, в системах, и внешне человек косметически выглядит, сейчас мы про женщину говорим, но не так привлекательный, перед глазами встает картинка там, стройной, статной. Холли Берри, о которой я уже сегодня говорил, которая в 50 выглядит как 27. И я уверен, что в этом возрасте она уже задумалась о заранее системной гранатерапии и, в общем-то, ее принимает. Здесь есть несколько мифов по этому поводу, что это там ненатурально, что гормоны и нас еще так, скажем так, учили, они в какой-то степени вызывают больше всего, например, рак желудка, рак яичников и так далее, но вот по последним данным я согласен, эстрогена этого не вызывают, ведь гормоны циклические, там ведь не только эстрогены, там еще и прогестерон и всегда говорим о том, что прежде чем назначать терапию заместительной гранатерапии, должен специалист. Гинеколог, после консультации, безусловно, онколога. И наблюдение. То есть это большая проблема, об этом мы еще поговорим, это что касается женщин. А теперь то, что мне очень близко. Нет времени про мужчин поговорить. Есть проблема и у мужчин. Дмитрий Саныч, на этом точка. Есть проблема и у мужчин, потому что время нашей программы подошло к концу. Я прошу вас собраться на эту тему в июле, потому что у нас с вами расписаны уже все темы на июнь. В июле собраться насчет гормонозаместительной терапии, и мы будем говорить о правильном, красивом и здоровом старении, да, Ульяна Михайловна. Конечно. Конечно. А сейчас я должна сказать, что у нас в гостях были специалисты медицинского центра «Мама», врач-гинеколог, эндокринолог Ульяна Подгорная и врач-терапевт Ольга Махнёва. Надо сказать, что юридический адрес Кировской области, улица Пятницкая, дом 32, свидетельство о регистрации, 43 номер, извините, что я так произношу, но это нужно, да, 43 номер 00174 1706 31 10 2006 года, вся информация, в том числе и юридическая, есть на сайте «Мама-клиник.ру». Благодарю вас. Это была программа «Слушайте доктора». Дмитрий Курдёмов. Светлана Занякова. До свидания. Всего доброго. Слушайте доктора.